Радиаторный котелок При очередной возможности Ну, по скидке, естественно Радиаторная посуда Стоит таких нормальных денег В кавычках, то есть, довольно дорогая Поэтому Поэтому Не всегда ее можно Себе позволить Оригинальные вообще Стоят каких-то немыслимых денег То есть, там от компании МСР Например, но это Да, сейчас это и будет проблема Приобрести просто физически А вот есть вот такой вот вариант Компания Файер Мэппл Модель 217 Вот такой вот котелок Да, здесь на картинке То, что должно быть внутри Радиатор Есть краткие сведения О данном котелке Ну, модель я уже назвал Материал Анодированный алюминий И нержавеющая сталь Ну, нержавеющая сталь Это скорее какие-то дополнительные элементы Заявлен очень низкий вес Но это мы все померим, узнаем И очень небольшие размеры Это мы тоже замерим И проверим Давайте открывать Смотреть, что в реальности внутри Открываю прямо-таки при вас Да, внутри больше ничего нет Коробку в сторону А вот и сам котелок В комплекте у нас такая вот Сеточка Совсем какая-то тонкая Знаете, на что она мне напоминает? Она мне напоминает Блин, мало того, что она тонкая Она еще и туго сидит на котелке Что не есть хорошо, кстати Это будет создавать Трудности при использовании Пожадничали китайцы, конечно Пожадничали на упаковке Не, ну так нельзя, ребята Так нельзя Придется она на что-то другое менять Ну, напоминает она на комарник Да, такая сетка Очень тоненькая Хотя ячейка довольно крупная Ну да ладно Это, конечно, ништяк забавный Но, ладно, будем думать Возможно, что-то другое найдем Основная часть котелка Да, эта модель рассчитана Скорее всего на одного человека Поэтому она очень небольшая Но, опять-таки, все размеры чуть позже Ну и действительно очень легкая Ну да, алюминий тонкий И вот такая вот крышка-чашка Еще в комплекте идет То есть, в принципе, можно использовать И как крышку Ага Она здесь как-то особо и не крепится, да Только за счет гравитации держится Не есть хорошо А можно использовать как крышку А можно использовать как дополнительную чашку Или сковородку даже Имеются ручки Так, как они здесь А, никак Они вместе не собираются Да, вот так вот только На ручках у нас, я так понимаю, силиконка Аж вливается в руку Ну, вроде особо не люфтит даже А здесь Ну да Какого-то особого люфта здесь Вроде пока нету Может, со временем, конечно, и появится Но пока Все очень неплохо Указан бренд Да, FireMaple Ну, по качеству Давайте просто посмотрим Что у нас по качеству Пока каких-то грехов Я особых не вижу Да Брака заводского тоже Не наблюдаю Ну, здесь та же самая история Вроде все аккуратно сделано Очень легкая Особенно вот эта основная часть Она кажется, что она должна быть сильно тяжелее Но она совсем легкая Вот крышка такого впечатления не производит Она как выглядит Так и чувствуется А здесь как-то совсем легко Невесомо Ну что, давайте пробежимся По основным техническим характеристикам Этой системы приготовления пищи Начну, пожалуй, с того Что меня больше всего удивило Это вес Да, я, конечно, читал описание Но в реальности Лично мне они показались Еще более легкими Что, кстати говоря, на самом деле Так и есть, потому что Производитель даже на несколько грамм Завысил вес В реальности этот набор По крайней мере, мой экземпляр Весит всего 262 грамма 262 грамма Да, это без сетчатого мешочка Но мешочек, наверное, пару грамм весит Вряд ли больше При этом у нас получается Что основной котелок весит 161 грамм А мисочка весит 101 грамм 101 грамм 161, 101 Я это специально обозначаю Потому что отлично понимаю Что некоторые захотят использовать Систему не полностью А только, например, котелок Оставив миску дома Что касается объема Тут такая история Полезный объем Назвать очень сложно Потому что вряд ли кто-то В здравом уме Решит наполнять их до самых краев Но если все-таки Говорить о объеме То стоит назвать максимальный объем Который помещается Если заливать жидкость Буквально до краев На это стоит ориентироваться Но именно как на максимальный объем Потому что реальный, конечно, гораздо меньше будет Итак, максимальный объем большого котелка То есть, если его заполнить водой До самого края Составляет примерно 0,9 литра воды 0,9 Даже чуть больше, как по мне Возможно, где-то до 0,95 литра воды Мисочка вмещает Вот мисочка, кстати говоря Меня это тоже удивило Я думал, что она небольшая Но при этом она максимально вмещает Даже чуть больше, чем пол-литра воды Пол-литра воды влезает В эту, казалось бы, маленькую мисочку Что касается размеров Давайте это тоже осветим Большой котелок В высоту Это 10 сантиметров В диаметре Это 13 сантиметров Но диаметр здесь такой Здесь, к сожалению, существует Присутствует вот такая вот Выступающая часть В котелке Которая очень сильно увеличивает Диаметр котелка И делает его более таким габаритным Как по мне, это даже минус Здесь кантик поуже И поэтому здесь диаметр тоже будет меньше Здесь диаметр составляет В маленькой мисочке Уже 12 сантиметров 12 сантиметров А в высоту Здесь у нас 6 сантиметров 6 сантиметров Так, если систему складываем То здесь у нас в высоту Получается 15 сантиметров 15 сантиметров Ну а диаметр, соответственно в соответствии с максимальным диаметром самого радиаторного котелка получается 13 сантиметров по-моему это один из недостатков этого котелка здесь можно было бы сэкономить на общих габаритах и сделать его более компактным да тем более что вот это вот большая выступающая часть я совершенно не понимаю зачем она дело в том что смотрите сами я думал она нужна для того чтобы хорошо фиксировать миску но миска на самом деле фиксируется очень посредственно да то есть она очень сильно люфтит и дребезжит внутри поэтому как по мне здесь можно было бы производителю доработать систему и сделать набор еще более компактным сохранив вес потому что вес конечно и так небольшой но раз я коснулся темы габаритов этого набора котелков то стоит конечно и показать эти котелки относительно наиболее популярных газовых туристических баллонов как нетрудно догадаться производитель позаботился чтобы все совмещалось здесь в данном случае кавея на 200 грамм смотрите сами все помещается но наверно будет лучше вот так поместить да по диаметру здесь даже есть небольшой запас да то есть можно конечно все это дело поместить в пакетик а потом мы внутрь котелка так даже будут лучше запас позволяет по диаметру ну а по высоте как видите вот буквально все идеально встала внутрь да естественно что можно накрыть миской но тут и так понятно что это все влезет ну и 100 граммовый котелок ну я думаю тут сомнений никаких нет замечательно помещается внутрь и остается много свободного места здесь я думаю даже маленькая горелочка вполне себе влезет и при этом можно даже не накрывать миской а использовать какую-то более компактную крышку для тех кто решит сэкономить на размерах котелка и не брать с собой лишнюю миску еще небольшое дополнение по поводу того как можно всю эту систему аккуратно упаковать и поместить кстати говоря стандартный мешочек я тут подумал подумал и решил что логично будет поступить следующим образом берем 2 обыкновенных целлофановых пакета один прокладываем между миской и котелком чтобы убрать лишние звуки кстати говоря потому что как я сказал есть зазор который при транспортировке может вызывать дребезжание миски в котелке а вторым мешочком просто накрываем всю эту систему я извиняюсь конечно за шум кадре но тут ничего не поделаешь плотно накрываем как всегда на камеру это делать жутко неудобно ладно пусть будет так самое главное что по целлофановому пакету можно легко всю эту систему засунуть внутрь стандартного мешочка вот так вот да ничего уже не цепляется ничего не рвет мешочек а сам котелок чистенький внутри а если он грязненький то это тем более оправданно чтобы не пачкать вещи в рюкзаке да поместить все это дело в целлофановый пакет а потом уже утянуть стандартным мешочком смотрите сами получается все очень плотненько и бесшумно тут надо сильно постараться чтобы вызвать какой-то шум внутри как по мне очень интересный способ с момента завершения предыдущего эпизода обзора для вас прошло буквально несколько секунд а вот для меня прошло гораздо больше времени и за это время я даже успел попользоваться этим набором на природе и поэтому у меня сложилось некоторое субъективное мое личное мнение об этом наборе и его практичности опять-таки повторюсь это мое личное субъективное мнение не надо мне навязывать своего в чем это мнение выражается во первых все таки этот набор оказался более практичным чем титановый котелок который я использовал до этого выражается это прежде всего в том что вода тот же самый объем воды закипает в таком вот радиаторном котелке гораздо быстрее это даже ясно без всяких замеров вот к сожалению потому что мне очень нравится титановый котелок но к сожалению физику тут не переспоришь не переубедишь и в алюминиевой посуде вода закипает быстрее это факт второе я переживал насчет того насколько прочный будет этот котелок но эти переживания оказались на самом деле напрасными котелок почти не пострадал насчет почти я чуть позже скажу что я имею ввиду оказалось что этот алюминий которые ставят китайцы на этот котелок это далеко не тот алюминий который те же самые китайцы возможно ставят на гораздо более дешевые модели посуды этот алюминий довольно крепкий тем более что он анодированный что тоже большой плюс на самом деле но но да с одной стороны это плюс но с другой стороны все таки необходимо очень аккуратно с этой посудой обходиться я не знаю насколько сейчас будет заметно на камеру я постараюсь это показать сейчас на свету но можно видеть некоторые дефекты на анодирование и вызваны они тем что я буквально чуть-чуть не досмотрел и мой товарищ по походу помешал содержимое содержимое этого котелка металлической ложкой и вот эта металлическая ложка сразу же поцарапала покрытие котелка это не смертельное буквально чуть-чуть но жалко обидно я конечно потом отругал сказал что так делать нельзя и впредь человек больше так не поступал но все-таки будьте аккуратны будьте внимательны эта посуда требует все таки аккуратного обхождения с нею дальше третье что касается объема ну лично мое мнение этого набора вполне хватает на двух человек да вы не будете обжираться ну на самом деле в походе как-то сильно обжираться то и не хочется хочется постоянно отдыхать лежать расслабляться а вот кушать нет хочется кушать но не то чтобы много и да и переедать в походе это плохая идея как показывает практика действительно плохая так что на двух человек вполне вполне хватает и четвертый момент который я хотел бы затронуть это по поводу того как эти котелки моются опять таки по лично моему субъективному мнению титановая посуда моется как-то легче но с другой стороны если сравнивать извините с посудой для турбопечки или костра ну этот котелок будет мыться гораздо проще чем котелок после турбопечки или костра это уж точно нет принципе оттирается неплохо хотя титан конечно мыть проще и легче с этим я пожалуй соглашусь на этом пожалуй все все что я хотел бы лично от себя дополнить к обзору ссылка будет под видео до свидания приятного аппетита Продолжение следует...